МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Николай Команцев. Вы смотрите телепроект «Знай наше». Один мудрец когда-то сказал, меньше знаешь, крепче спишь, больше знаешь, лучше ешь. И сегодня я предлагаю узнать, что такое ресторан быстрого обслуживания, а заодно вспомнить, почему спецодежда и спецобувь это важно для комфортного и безопасного труда. Для начала предлагаю подкрепиться. Идёмте знакомиться с директором сети ресторанов «Бургер Мастер». Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Рад вас видеть у нас в ресторане. Спасибо. Спасибо. Красивенько. Мне уже нравится. А теперь вам предстоит убедить меня в том, что я должен сюда приходить постоянно. Познакомившись, отправляемся изучать интерьер. Большие окна, мягкие мини-диванчики, уютные кресла, много света. Звучит приятная музыка, на стенах висят большие телевизоры. А это у вас второй этаж, я вижу. Да, это второй этаж. Можно? Милости просим. Спасибо. Ух ты, ах ты. А сколько вмещает в себя этот зал? Ну, вообще-то здесь заявлено 50 посадочных мест. Даже в часы пип мы можем обслуживать за один час более 150 гостей. А еще в залах ресторана запрещено курить и ведется видеонаблюдение. Я думал, нужно сделать заказ. Но не все так просто? Конечно, да. Тем более я вам сейчас покажу еще одну нашу фишечку, на которую стоит обратить внимание. Возле кассы нас ожидала симпатичная и улыбчивая сотрудник ресторана. Какое-то время я потратил на изучение меню, а оно, скажу, немаленькое. Около 30 блюд. То есть у нас есть чизбургер, гамбургеры, роллы, у нас есть картофель фри. Порадовало то, что все блюда можно увидеть на ЖК-панелях еще до того, как сделаешь заказ. Удобно. Я решил заказать фирменное блюдо «Мастер Гриль». Ну, а теперь о той самой фишке, о которой говорил Михаил. Оказывается, в «Бургер Мастере», как и в банках, существует электронная очередь. То есть, рассчитавшись, ты получаешь чек с номером заказа. Рядом, на мониторе, можно увидеть степень готовности своего заказа. 11.40 на моих часах. И вот здесь вот статус заказа в 11.43 он уже будет готов. То есть три минуты. Его самое главное преимущество – электронная очередь в «Бургер Мастере». Вы обратили внимание на то, что котир, девушка, брала деньги руками, а заказ вам продукта не трогала. Да. А вообще, можно, Михаил, посмотреть, из чего готовится вот этот ваш очень топовый? Это, конечно, секрет, но только для вас. Ну что, Николай, пойдемте посмотрим, как жарится вот ваше мясо. Вы не поверите, это действительно мясо. Точнее, стопроцентный говяжий фарш без искусственных добавок. И котлеты жарятся на гриле при температуре 360 градусов. То есть, это хорошо, это не сковородка. Да, это не сковородка, да. То есть, здесь выгорает лишний жир. А значит, мясные котлеты получаются нежирными. На их приготовление уходит, внимание, 2 минуты 30 секунд. Проверено. Пока мясо жарится, повар колдует над булочкой для моего мастер-гриля. За считанные секунды она обжаривается с двух сторон в тостере. Вот эта хрустящая корочка не позволит соусу или соку от котлеты размягчить булочку. А это, поверьте, тоже влияет на вкус. Затем на одну из половинок булочки кладется, внимание, 110-граммовая котлета. Следом укладываются пластинки ароматного сыра чеддер. Другую половинку подрумянина булочки смазывают несколькими видами соусов. Их рецепт мне не удалось выяснить, говорят, коммерческая тайна. Ну, а остальные продукты узнаваемые. Свежий салат, помидор, лук, маринованный огурчик. А еще здесь, в ресторане, вам могут приготовить бургер. Внимание, по вашему рецепту. Вы можете попросить сделать его с беконом. То есть можно приготовить ароматский бургер? Мы же готовим для каждого индивидуально. А куда это понесли мой бургер? А мы сейчас увидим, куда его понесли. Кстати, время-то мне понравилось очень быстро. То есть буквально сколько? Две с половиной минуты. Я вам честно скажу, если бы мы не мешали, они бы сделали в два раза быстрее. Уже выходя из кухни, я решил заказать себе порцию картофеля фри. Кстати, а фритюрница в ресторане Бургер Мастер – это нечто. Участие человека в процессе приготовления сведено к минимуму. Залил масло, загрузил продукт и после приготовления достал. Все остальное делает сам фритюр. Единственное «Но» – на кухне жарко. Поэтому, забрав свой заказ, мы с Михаилом отправились остывать в один из залов ресторана. Благо, климатическая установка здесь работает отменно. Все. Уважаемый аппетит. Благодарю. Ну, я это обязательно съем, но уже без вас. Кстати, рекомендую. В Могилёве есть десятки компаний, которые занимаются продажей спецодежды и обуви для работы. Изучив разные предложения, я решил посетить магазин спецодежды, что на пожарном переулке 7. Почему его? Ну, потому что здесь впечатляющий ассортимент. Более 200 позиций. О, звонок. Есть кто живой? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. У нас одежда для всех практически отраслей производства. Только так называемых летних спецкостюмов в торговом зале я насчитал 25 видов. Это хороший показатель, ведь здесь можно себе найти спецодежду по вкусу. Ну, например, сотрудник строительной компании или фермер. Это очень удобная ткань. Она идет 50 на 50. То есть, как понять 50 на 50? А теперь рассказывай. Значит, внутри, смотрите, она идет полностью хэбэшечка. Ну, да, телу приятно. То есть, телу приятно. Не потеете летом. И, как говорится, не холодно зимой. Не холодно зимой. Да. О достоинствах именно этого костюма Наталья рассказывала еще мне минут 15. К плюсам. Хороший дизайн, универсальная ткань, возможность изменять размер, большое количество всевозможных карманов и карманчиков. Я добавил бы еще один. Качество пошива. Вот. Ну, посмотрите. Классно? Классно. Как вам наразить? Причем внутренние швы все шиты тремя швами. Тройной шов – это хорошо. Светоотражающие вставки – замечательно. А вот что касается одежды с повышенной степенью защиты. Оказалось, в магазине на пожарном «Семь» есть и такая. А вот это что такое? Это специфическая, скажем так. Ох, ничего себе! Рабочая одежда, два костюма, которые предназначены для работы сварщиков. Это кожа, необработанная кожа, которая не горит. Путешествуя дальше вдоль прилавков, я обнаружил отличные жилетки с водоотталкивающим верхом и утепленные натуральные овчины. Рядом мною были замечены майки и поло из стопроцентного хлопка, светоотражающие жилеты и… Светоотражающие подтяжки. Согласитесь, название смешное, но для велосипедистов – отличный вариант. Также мое внимание привлекли пару зимних комбезов. Вот эта куртка, она выдерживает два часа при температуре минус 60. Так что рыбакам и охотникам на заметку. А еще для меня стало открытием, как выглядит современная защитная рабочая обувь. Модный дизайн, верх – натуральная кожа, внутренняя отделка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, кроссовки антистатичны, носок – носок способен выдержать нагрузку. Внимание, до 200 джолей. Это, представьте, вам на ногу с метрою высоты падает 70 килограммов груза. А ноги в этом кроссовке – хоть бы что. Кстати, еще одна особенность. Приходили наши клиенты, рассказывали, что капнуло масло, загорелось, потушили, не осталось даже капельки. В общем, такая спецобувь – отличная альтернатива некогда популярным кирзовым сапогам. Да, чуть не забыл, в магазине на пожарном переулке 7 можно купить резиновые сапоги, внимание, с усиленным носком. Ну, а на следующем стенде была представлена коллекция рабочей медицинской одежды. Есть костюмчики такие хирургические, которые уже подходят и женщинам, и мужчинам. То есть, в основном, это хирурги, все наши врачи – мужчины. Я вижу стоматологи. Стоматологи. У нас есть такие халаты, костюмчики, которые, то есть, ну, можно сказать, вообще для всех сфер обслуживания, включая не только медицину. Замечу, эта коллекция сшита из ткани с повышенным содержанием хлопка. Ну, и также, помимо одежды всей рабочей, у нас присутствуют средства индивидуальной защиты. От такого изобилия у меня прям-таки заребило в глазах. Здесь тебе и защитные наушники, и сварочные очки, и маски, респираторы, регулировочные жезлы, фонарики всех мастей, наколенники и перчатки с разными степенями защиты. А от каскетки, это бейсболка-сказка, я был вообще без ума. Одним словом, вспомнил детство. Вы знаете, я вот в магазине спецодежды ощущаю себя, как в детской комнате. А знаете почему? Здесь все ярко и все надежно. Знать хорошее важнее, чем знать многое. Смотрите телепроект «Знай наше» и делайте для себя полезные открытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова